Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Апотин Александр, я врач-стоматолог, работаю в Москве. У нас сегодня будет разговорное видео, посвящено в большей степени таким философским вопросам. И сегодня я хотел бы обсудить с вами такую вещь, как обесцен. Обесценивание чужой деятельности. Когда мы с этим сталкиваемся, и в чем это проявляется, и какая граница адекватной реакции на это вообще может быть? В ютюбе я занимаюсь для вас интеллектуальной деятельностью, я создаю видео, записываю их. Я специализируюсь уже много лет на записи документального клинического видео. Я считаю это наиболее интересной для себя работой. Признаюсь, это нелегкая тема, недешевое это удовольствие, такими вещами заниматься, но, повторюсь, меня это на самом деле до сих пор тема интересует, и я продолжаю в этом развиваться. Я столкнулся с обесцениванием вот моей лично работы на нескольких этапах. Я уже рассказывал вам, что мы ввели целую серию дискуссий о пиратстве, о том, как себя с этим стоит вести. Ее поддержал замечательный мой коллега, практически мой брат по оружию, Владимир Владимирович Коровкин, который назвал все это интеллектуальным браконьерством. Это тогда, когда пираты в телеграм-пабликах начинают разбавлять пиратский контент с ворованной книжки с нарушением всех авторских прав постами с клиническими примерами разных врачей. Заканчивается это тем, что, в принципе, они не против удалять публикации, которые они взяли у врачей, но в ответ они забанят вас в этом паблике. Вот как они забанили меня, после того, как я начал настойчиво рекомендовать убрать мои видео и публикации с их ленты, они после этого меня забанили. Сделайте для себя такую отметочку в памяти, да, то есть ты начинаешь как-то спрашивать с людей за их работу, в ответ тебя банят. Значит, второй уровень обесценивания работы, причем пираты себя повели очень деликатно, они поздоровались, сказали, все, значит, отлично, да, спасибо, мы уберем. Значит, жалко, что вы нам не разрешаете. Второй уровень обесценивания работы я встретил от администратора паблика ВКонтакте по ортодонтии, его зовут Евгений, я не знаком с этим человеком, но там было интереснее. Значит, там я нашел три видео в этом паблике моих, посвященных тому, как надо фиксировать ретейнер ортодонтический из Каффердама. Значит, я обратился к администрации, попросил убрать, в ответ я получил сразу с порога комплимент, а нам этот шлак и не нужен. Я говорю, ну, как бы, раз не нужен, зачем тогда вы его брали? Ну, там вот слово за слово началось, что да не твое дело, тут, в общем, какие-то твои три ничтожных видео, типа, забирай и подавись, и, значит, мы все этим пользоваться не будем. Хотя, с другой стороны, этот доктор, я не знаю, доктор он или студент, посмотрел мой YouTube-канал и говорит, слушайте, вы очень много снимаете видео, но у вас вот просмотров немного. Это решаемый вопрос с просмотрами, на самом деле, я не занимаюсь SEO-оптимизацией и оптимизацией просмотров в YouTube, потому что меня просто не хватает на это. У меня есть более интересные вещи, чем заниматься накруткой просмотров. Но, вот эта тема меня немножко задела, то есть, люди берут видео чужое, клиническое, когда сами это воспроизвести не могут. На самом деле, я понимаю, почему они взяли это видео. Видео достаточно концептуальное, которое демонстрирует, как в две руки приклеить качественно с песком на двухкомпонентный бонд ретейнер. Это достаточно трудоемкая манипуляция и есть ортодонты, которые вообще не справляются с ней, создавая вообще после этого гетерогенную проблему, заливая все межзубные промежутки жидкотекущим композитом. То есть, я общался с таким ортодонтом и перестал к нему реферировать пациентов. Это прямая потеря денег для врача, который работает в реферативной манере, потому что он идиотски заклеивал ретейнер на нижнюю челюсть. А я после этого решал для пациентов проблемы контактного кариеса и переделывал все это. То есть, работать с таким уровнем компетенции специалистом, конечно же, я решил, что мне это не нужно. И вот ортодонты в своем паблике решили разбавить свою информацию моими клиническими видео в ответ на какое-то обращение. Причем они очень интересно это берут. Они не ссылаются на исходное видео, чтобы увеличивать, допустим, мне просмотры, о которых они мне делают замечания. Они скачивают видео с YouTube, вставляют это в ВКонтакт и отрезают какую-либо возможную обратную связь с автором, не указывая в ссылке ни номер канала, ни ссылку на него, ничего. То есть, просто хорошо, что я свои видео атрибутирую так, чтобы вы всегда можете опознать, что это мое видео. У меня подписаны логотипы, интро, аутро и, в общем, все атрибуты соблюдены. Ну, я думал, ну это уже дно. То есть, вот такое скотское отношение от коллег, наверное, хуже уже быть не может. И проводя поисковые изыскания в поисковой системе, значит, про какие-то вопросы, связанные с Робердамом, я вдруг натыкаюсь на сайт dentamir.ru. Это офлайн торговая компания. Ну, они себя именуют как интернет-магазин, занимающийся просто разнонаправленной торговлей всем, чем можно продать через интернет. По сути, такой дентал-депо. Я думаю, я ищу вопросы, связанные с Робердамом. Ну, как я натыкаюсь здесь на вот этот вот дентал-депо. Нерелевантная выдача. Перейду, посмотрю, что такое. Потому что я знаю этот интернет-магазин. Я ничего у них никогда не покупал. И дальше я сейчас вам более подробно про это расскажу. Я перехожу на сайт shop.dentamir.ru и вижу страничку, на которой продается, ну, какой-то номер клампа. Неважно, какой кламп принадлежит производству компании ТорВМ российской. Характеристики. Там какая-то бредовая белиберда, что там его нельзя растягивать больше, чем на полтора миллиметра, чем размер коронковой части зуба. В общем, ну, какой-то идиот это написал. Значит, и вот они себе вставили этот текст. И дальше следует три моих видео с канала Robberdam Club, посвященных как раз использованию, применению клампов компании ТорВМ. Это в свое время были очень хорошо сделанные видео, снятые на одну камеру, очень с хорошим светом, с повторной еще цветокоррекцией, с логотипами, заставочками. В общем, все в полном ажуре. Все, как только хотелось бы сделать, допустим, для себя. С этими видео компания ТорВМ выступала на американской выставке. Я готовил это для них специально. Это был некоммерческий проект. Я ничего не взял с компанией ТорВМ, никаких денег. Для того, что это моя патриотическая позиция, я поддерживаю отечественных производителей. И когда им нужна помощь в такой репрезентативном их представлении в международных выставках, и у меня есть возможность это сделать, я для них это сделал. Мы записали много видео, я сейчас уже не помню, ну, может быть, около 15, может быть, 20 максимум видео. Им хватило, они это все отвезли. Ну, компания ТорВМ такая, достаточно просто относится к пиару через упаковку, к маркетингу, взаимоотношениям с своими клиентами. Я не знаю, как они там показывали. Показывали, в общем, может быть, на экране монитора даже. Но это лучше, чем ничего. Но, тем не менее, с тех пор осталось уже много лет в интернете доступна эта информация, что вот есть такие достаточно яркие, красочные. В то же время простые клинические примеры с применением разных цветов латексных платков компании, по-моему, Санктуария. И клампов, матриц, клинышков компании ТорВМ. И вот на сайте интернет-магазина «Мир стоматолога» все страницы с продукцией компании ТорВМ были проиллюстрированы двумя, тремя, одним моим каким-то видео. В среднем вот все было. Я, значит, попробовал к ним позвонить. Это было лето, август. И телефон никто не берет. К ним вообще тяжело достаточно дозвониться. И дальше все, что я буду сейчас вам рассказывать, в каких бы терминах я это все не описывал, это относится только к сотрудникам компании «Мир стоматолога». Я, к сожалению, не знаю никого из них поименно, но, если честно, утруждать себя запоминанием вот имен, фамилий вот этого козлиного коллектива я не считаю для себя должен. Я еще могу выучить Николая Николаевича Балмасова по имени и отчеству, как зовут, потому что, ну, он такой человек, что-то такое значит. А вот это вот ублюдки от прилавков, это вообще мне все равно, как их зовут. Поэтому просто «Мир стоматолога». Значит, я пишу вам в телеграм-канал. Добрый день, меня зовут, я всегда очень обстоятельно представляюсь, Апокин Александр, врач-стоматолог, автор видео, которые вы используете на вашем сайте. Я очень рад, что они вам понравились и заинтересовали вас. Хотел бы увидеться с вами для того, чтобы обсудить варианты их использования дальнейшего. Ноль реакций вообще. Значит, через какое-то время я дозваниваюсь с разных телефонов, с разных номеров и прошу их принять информацию. Менеджер, сначала я прошу, давайте, будьте добры. Опять представляюсь вербально. Если у них ведется запись, это можно будет проверить, если это выйдет в какую-то новую плоскость, на какой-то новый уровень разбирательств. Представляюсь, попрошу, дайте мне, пожалуйста, вашего руководителя. Он в отпуске. Хорошо. Дайте мне того, кто его сейчас замещает. Ну, вот это я сейчас, менеджер, замещаю. Я не знаю их иерархию и их территориальную организацию, где кто из них работает. Потом стало немножко проясняться. Хорошо. Значит, мне нужен тогда сотрудник, кто занимается у вас веб-сайтом. Ну, вы скажите, что вы хотите, я передам. Значит, я говорю, вот я написал вам в ваш телеграм-месседжер вопрос. Пожалуйста, его рассмотрите. А руководство по возвращению очень вас прошу, передайте, чтобы они со мной связались на предмет обсуждения, использования видео на страницах с продуктами Торве. Хорошо, я передам. Они должны вот там 1 сентября вернуться, и как бы мы им передадим. Ну, хорошо, все, я спокойно жду. Конец августа, там, неделя с чем-то. Сентябрь, понятно, что 1 сентября. Второе, суета. Никому ничего не нужно. Значит, я дожидаюсь, когда проходит вот эта суета после 1 сентября. Никак не меняется ситуация на сайте. Ничего не убрали. Ничего, никто со мной не связался. Значит, и я думаю, что... Значит, еще раз позвоню. Но хочу вам отметить одну вещь, что что-то любое, информация, вещь принадлежит тому, кто может ее уничтожить. Если честно, мне не нравится сайт компании Мир Стоматолога. Он сделан просто убру. Убога, ублюдски. Это просто говносайт какой-то. Сами сотрудники на этом сайте тоже ничего не могут найти. Я в будущем в этом убедился во время обсуждения, которое инициировалось следующим образом. Я взял и переименовал все видео, которые использует компания Мир Стоматолога на собственном сайте. Заменит название клинических примеров с указаниями там клампа, зуба, еще что-то такое. Простым лозунгом. Компания Мир Стоматологов – ублюдки. Все видео, которые они использовали. После чего мне потребовалось только один раз дозвониться в офис компании и попросить менеджера зайти на их собственный сайт в раздел, посвященный товарам ТОРВМ. Они его кое-как нашли, чертыхаясь, говоря, отвечая мне по телефону, что мы не можем найти типа кламп 0, например. Выкидываются, потому что у нас типа в поиске только клампы Дентеч. Я говорю, неважно, видите там не кламп 0, а видите кламп ТОРВМ. У вас выкидывается, правильно, значит, вариант запроса. Находят, пролистывают страницу, и в ответ я слышу, понятно. Я говорю, отлично, я очень рад, что вы это поняли. Значит, теперь займитесь тем, что передайте информацию руководству, чтобы они убрали все эти видео. Пока все спокойно, все нормально, то есть, как бы... И спокойно жду. Значит, ну, латентность, конечно, у этой компании такая, достаточно длительная. Значит, через несколько часов мне перезванивает мужской голос и спрашивает, вот, вы Апокин Александр? Я говорю, да, я Апокин Александр. Я хотел, а я говорю, а вы кто? У них вообще представляться не принято ни у кого. То есть, никто из менеджеров, кто берет трубку, пишет тебе в чат, никто не представляется. И этот чувачок тоже не представлял, не представился. Я ему спрашиваю, а вы кто? Он говорит, я, говорит, директор компании Мир стоматологов. Что у вас происходит? Я говорю, а вам передали, говорю, что мои пожелания к вам? Да, передали. Я говорю, но я хотел бы от вас это услышать. Я говорю, а вы выполнили мои пожелания? Вы убрали видео? Нет, еще не убрали. Я говорю, а что тогда ты мне звонишь? Сначала убери видео, потом будешь мне звонить, выяснять. И начинается вот это козлиное блеяние. Просто такое ощущение, что я общаюсь с идиотом слабоумным. То есть, вы что против того, чтобы мы вам рекламу делали на нашем сайте? Хотя с менеджером в телефонном разговоре, я говорю, вот вы, говорю, забрали видео для того, чтобы заниматься заработком, продавать. Она мне сообщает, что у нас это самый малопосещаемый раздел сайта, и мы за месяц вообще ни одного клампа не продали ТОРВМ. Здесь я хотел бы обратиться к генеральному директору компании ТОРВМ. Алексей Иванович Михалев, скажите, вам нужен вот такой уродский дистрибьютор в Москве, который только размывает поисковую выдачу и ничего не продает вашего? Вам-то зачем? Вам же продажи нужны. Ну, сусти количество ваших дистрибьюторов в Москве до реально продающих компаний. Те, кто умеет продавать, кто знает, как продавать, допустим, клампы, чтобы это были адекватные люди, у которых есть хотя бы какие-то базовые представления о этикете. Значит, вот, соответственно, менеджеры обладают статистической информацией, что продаж ноль. Директор, живя в своей актуальной реальности, считает, что он мне делает рекламу на страницах собственного сайта. Значит, теперь это второй контрапункт, к которому я хотел бы обратить ваше внимание, запомнить его. Мы вам делаем рекламу. Первый контрапункт это был, что если вы чем-то, значит, у нас недовольны, мы вас забаним. Второе про рекламу. Значит, и вот он дальше мне объясняет, что мы ничего не воровали. Мы взяли из общедоступных источников. Я говорю, может быть. Вопрос, как вы это используете. Я придираюсь не к тому, что вы в что-то вставили. Я придираюсь к манере использования. Во-первых, вы не известили об этом автора, что вы этим заинтересовались и вам это нужно. Во всем цивилизованном мире принято, ну, как бы сказать, обсуждать, коммуницировать, договариваться и обоюдо извлекать из этого выгода. Значит, дальше он говорит, ну, суть в том, что, смотрите, говорит, мы же вот вас раскручиваем, мы же вот вам какие-то клики, просмотры добавляем. Сейчас вы уже это понять, к сожалению, не сможете. Но у меня остались скриншоты, и там была вставка видео с модификацией определенной API YouTube, так, чтобы в плеере скрывать аватарочку автора. То есть, вот, собственно говоря... Извините, значит, мы продолжим. Произведена модификация плеера так, чтобы скрывать аватарку автора и возможность посетителю понять, чье это видео. То есть, как вы занимаетесь популяризацией, скрывая автора этого видео? Ну, естественно, что это бред, это вранье, дешевое, поганое вранье, которое, значит, директор несет, просто выставляя себя конченным идиотом абсолютно. Что я ему, естественно, что объясняю, что, вы знаете, так не популяризирует это, это не то, что нужно. И как это сочетается с нулевыми просмотрами, продажами вот этого всего дела? Никак, я говорю, поэтому давайте таким образом, что вы отметьте для себя такую вещь, что учить меня там SEO-оптимизации не нужно, говорю, с учетом, что вы в этом, мягко говоря, ничего не понимаете. Признать факт, что он нецивилизованно заимствует видео, не договорившись с автором, он, естественно, не может. Он такой небожитель, что он всегда прав, и он ни в чем никогда не ошибается. Значит, следующий момент. Я ему говорю, что давайте так, договариваться нам вообще, мягко говоря, с вами не о чем, учитывая то, что это уже не первый раз, когда мы взаимодействуем. То, что у старичка там как бы памяти вообще нет. Но первый мой контакт с компанией Мир Стоматолога произошел еще в тот момент, когда они иллюстрировали раздел с клампами по Dent Edge моими иллюстрациями из презентации, которые я в свое время делала для компании Alldent для работы на стенде. И вот компания Alldent, значит, вот эти вот иллюстрации, значит, также передает своим всем дистрибьюторам. Тоже так же. Такие достаточно веселые торгаши, что они дают тебе гонорар только за выступление на стенде, но все, что ты сделал, они вдруг автоматически начинают считать своим. В тот раз мы это с таким же скандалом сняли потихонечку, все это как бы прекратилось. Они перерисовали иконки своего сайта в совершенно уродском стиле, но зато это не используют мое, и я этим очень доволен. Соответственно, когда история развивается дальше, что люди продолжают заимствовать еще и видео, естественно, что у меня это вызывает закономерную негативную реакцию, я уже не хочу ни с ним договариваться. Дальше идет еще интересная серия. После этого мне начинает в чат, в WhatsApp писать, ну, какая-то женщина, да, судя по голосовым сообщениям, это женский голос, которая мне говорит, что до вас директор дозвониться не может. Это тоже к вопросу о внутренней кухне, латентности принятия решений в компании Мир Стоматолога. Я говорю, слушайте, так мы уже с ним поговорили обо всем, все вопросы решили, я жду, когда будут сняты видео, поставьте меня, пожалуйста, в известность. Мы не сразу это можем сделать, потому что сайтом занимается компания на аутсорсинге. Директор мне это тоже, в принципе, подтвердил, что я не знаю, из чего собирают мне сайт, я плачу деньги, мне вот делают, сам я это не делаю. Типа, я ни в чем не виноват. Я говорю, очень хорошо, может быть, это делает кто-то у вас на аутсорсинге, мне не важно. Но так как платите за это вы, ну, и, в общем-то, и отвечаете за все тоже лично вы. У меня нет вопросов в компании, кто это все вам собрал. Я сообщаю, что, как бы, контактировать вот с этим вот нищиёбским коллективом я не собираюсь. Значит, в ответ дальше начинается вот как раз вот эта тема с обесцениванием. Менеджер мне отвечает, что, знаете, вы слишком пафосный стоматолог, и с вами работать мы тоже не хотим. А нормальному врачу, мы ещё типа не знаем, что вы за врач, врач мне, наверное, поганый. Потому что нормальному врачу веб-сайт и реклама не нужны. Вот как. С учётом, что директор считает, что надо делать рекламу на сайте, какая-то клуша, коза считает, что, значит, нормальному стоматологу реклама не нужна. Вот. То есть, вся вот эта тема сводится к очень простой вещи, что если мы не можем использовать ваше бесплатно, вы плохой, вы негодный доктор, вы, значит, плохой человек, конфликтный, с вами, значит, трудно вести дела. Вот и всё. Никто, ни менеджер, ни директор не извинился ни один человек за вот этот вот момент. Но в течение полутора суток видео все сняли. То есть, красоваться на сайте с тем, что они ублюдки, эти уроды, до них это дошло. И доходит это только, когда ты человека ставишь вот такую безвыходную ситуацию. То есть, любые адекватные контакты, запросы, это игнорируется всё. Это просто отметается всегда напрочь тут же. До тех пор, пока ты не начинаешь вот таким образом бомбить, значит, эту контору. Это удивительный, но в то же время это очень наглядный пример, который, я думаю, будет очень полезен многим нашим коллегам, молодым, кто хочет заниматься развитием собственных брендов, кто хочет делать себе сайты, каналы, вести какие-то YouTube-блоги, видео. Поэтому, учитывайте всё это. Понимайте такой момент, что все ваши видео должны быть качественно атрибутированы. Это очень важный момент, чтобы вы могли всегда опознать свой собственный материал. Это придаст дизайн и стоимость вашему продукту, который вы делаете. Это затруднит обесценивание вашего труда вот такими уродами, моральными, абсолютно конченными, идиотами, как коллектив компаний Мир Стоматологов. Но это не значит, что не надо ничего делать. Не надо поддаваться давлению. Отстаивайте собственную позицию всегда. Разбирайтесь в технологиях. Будьте внимательными и наблюдательными. Делайте всегда скриншоты того, что вас не устраивает. На сегодняшний момент это всё. Эта история исчерпана. Я очень надеюсь, что я больше никогда не увижу ни один из своих материалов, размещенных на сайте shop.dentomir.ru. Я не настроен никаким образом продуктивно взаимодействовать с такими компаниями торговыми, с которыми неинтересно взаимодействовать. Мне никогда не жалко бесплатно это сделать, как я это сделал для компании торвем. Но мы просто хотя бы один раз поговорили устно. И люди сказали объективно свои запросы. А для чего туда добавляли эти видео вот эти вот люди из компании shop.dentomir? Потому что это улучшает ранжирование в поисковой выдаче страниц сайта. То есть, если у тебя есть видео на сайте, оно лучше ранжируется. Мне это подтвердили представители другой торговой компании, стоматологической, которые сказали, нам очень нужно будет в будущем при открытии сайта начать наполнять наш сайт короткими видео, недлинными, какими-то заметочками видео, для того, чтобы улучшить поисковое ранжирование. Вот в чем суть. То есть, учитывайте, что если вы в будущем, уважаемые коллеги, начнете создавать видео, я буду только очень рад этому и с удовольствием буду вам подсказывать, задавайте вопросы. То, что я разобрался, то, что у меня получается, я с удовольствием поделюсь своим опытом. Это будет как полезно и вам для ваших собственных веб-сайтов, так и для каких-то из ваших профессиональных контактов с торговыми компаниями, потому что именно на стыке контактов между адекватными людьми, занимающимися в разных отраслях, рождается всегда что-то очень новое, интересное. Это я вам могу подтвердить. Это действительно так. А финал этой истории с компанией Мирстоматолога таков, что мне написали, что мы уже внесли вас в черный список наших клиентов, и вы никогда у нас ничего не сможете купить. Оценивайте. Это то, к чему я вас адресовал в самом начале. Такое чисто браконьерское, пиратское мышление. Только оффлайн-компании. Вот как пираты вас банят за то, что вы убираете оттуда свой собственный контент, так же вас забанят и, в принципе, работающие в белую торговые компании, если вы будете предъявлять им какие-то претензии на ваш собственный контент. Все. Вот здесь спираль истории замыкается. Что я думаю об этом? Я попробую купить что-нибудь у компании Мирстоматолога. Сначала вот в своем естественном амплуа, представившись, как я есть. Я думаю, что там такой бардак, что они продадут маму родную, то есть лишь бы купили. Соответственно, расстраиваться о том, что меня внесли в черный список, в этой компании я не буду, потому что я никогда у них ничего не покупал. За 25 лет работы врачом-стоматологом я ничего не покупал в компании ШопДентомер. Потому что там, в принципе, особо нет никаких эксклюзивов жизненно важных для работы. Но вот отношение к стоматологам, они свое таким образом продемонстрировали. Будешь открывать рот, что-то такое нам говорить о том, как нам правильно себя вести, работать, мы тебя забаним. Очень просто и понятно. Соответственно, уважаемые коллеги, прошу вас проявить солидарность со мной. Ничего не покупайте у компании ШопДентомер. Там и брать нечего, и цены там абсолютно не симпатичные для нас с вами. Но, как бы сказать, люди свое лицо нам продемонстрировали. На этом я сегодня останавливаюсь. Пишите в комментариях ваши вопросы, комментарии, какие-то замечания, соображения. Мне будет это очень интересно. На этом я останавливаюсь. Большое спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...